Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня на программе «Честная песня» мой хороший друг Мариночка Воробьева, псевдоним Аня Воробей. Я рад ее сегодня приветствовать у себя на передаче. Привет, привет, Миша. Вот, ну поговорим сегодня о том, с чего все началось, как это все продолжалось, и как это продолжается, и будет ли продолжаться. Поэтому, Марин, я хотел бы начать с того, что вообще с чего все началось. То есть вообще вот к музыке как-то пришла. С детского сада позже. С рождения, Миша. Пришла с рождения, потому что, как мама говорит, я начала петь раньше, чем говорить. Но в детском саду это все продолжилось, и, видимо, во мне видели потенциал, начиная с такого вот возраста, и я всегда солировала на утренниках, и у меня мечта была инструмент. Я на фортепиано смотрела просто горящими глазами потрогать клавиши, нажать. Ну, в музыкальную школу меня отдали уже, когда я была в третьем классе, в четвертой. Мечта моя играть на фортепиано не сбылась, потому что по возрасту я не проходила, и меня отдали по классу аккордеона учиться. Ну, поучилась я в школе опять так же на всех праздниках. Кто поет, я пою. Ну, то есть училась, не сочковала, как некоторые там, не хочу я этот инструмент видеть. Нет, я, конечно, прогуливала сальфеджио, как все нормальные дети, потому что это как математика, там надо считать, напрягать мозги. Мне нравилось играть на инструменте, и я не заморачивалась по нотам, потому что у меня хороший слух. То есть я все играла на слух, и учительница жаловалась маме, что она не знает у вас нот, а играет по слуху. То есть тут взяли меня на контроль, и все было хорошо. Вот в школе я также опять, как какие-то праздники. Кто поет, я пою. Кто пойдет, я пойду. Вот, в общем, я всегда везде участвовала, и это была моя мечта всегда петь. И какая-то интуитивная такая ноточка была во мне, что я в этом мире для чего-то большего, а не просто так, для какой-то самодеятельности. Хотя в самодеятельности я тоже попела в хоре. Вот, ну, естественно, школу закончила, музыкальную тоже закончила. Еще год после окончания музыкалки я ходила на оркестр, потому что люблю играть в оркестре. Потом инструмент задвинула и поступила на режиссерское отделение в училище культуры. Конкурс вообще такой прошла, мощный был достаточно. Вот, и тут бы начать учиться, вот показать свою артистичность. Кто первый? Я первый. Выхожу замуж. Выхожу замуж. Муж говорит, нет, дома надо сидеть, вот, не нужно учиться, нет, свекор мудрый. Он сказал, нет, жена должна быть образованная, пускай учатся, ну, хотя бы заочно. Пошла заочно переводить документы, и вдруг мне объявляют, нет режиссерского заочного. Все, приехали, забирайте документы. Я говорю, как я их заберу? Я с таким трудом поступил, у вас такой был набор. Они говорят, ну, вы можете пойти, конечно, в хореографический, в дирижерское хоровое, в дирижерское оркестровое, куда вас не возьмут. Я говорю, а почему меня туда не возьмут? Ну, туда нужно музыкальное образование. Я говорю, а кто вам сказал, что у меня его нет? Вот тут мне пригодилось то свидетельство из музыкальной школы, и я его спокойненько взяла и пошла, меня прослушали. Я сыграла то, что было в памяти, руки же они всегда помнят. Вот, проиграла. Учитель сказал, все, отлично, берем. Так я закончила училище культуры на дирижерском оркестровом отделении. Я руководитель оркестра, но петь все равно мне нравится больше, чем играть. Неплохо получается, я скажу. Да, вот так вот. Просто, Марина, это все во время СССР начиналось? Нет, нет, это как раз было в музыкальной школе СССР, конечно. Ну, то есть там уже пели пионерские песни, там вот это все. Да, да. Вот. Как это получилось, что шансон-то потом у тебя появился в жизни? Вообще неожиданно. И считаешь ли ты себя вообще исполнитель шансона, или у тебя ты считаешь, что у тебя какой-то другой жанр? Вообще, как бы мне без разницы, что петь было в детстве. То есть я везде за любой кипиш. Шансон, видимо, внутри. Вот он где. Вот он где, мой характер. Вот. Поэтому я за любую хорошую песню. Та, которая помогает душе раскрыться. Вот. На самом деле, как бы конкретно жанр шансон для себя не рассматривала изначально. Я вообще просто не знала, что я в него даже попаду. И это получилось. Ну, вот звезды так сошлись. Я всегда люблю эту фразу говорить. Видимо, все-таки то, что интуитивно я чувствовала, что я для чего-то большего, оно как раз и исполнилось. Просто как раз вот эти вот года, начало двухтысячных, да, именно тогда я состоялась как Аня Воробей, и именно в шансоне. Но до этого у меня друг Володя Захаров, это солист группы «Рок Острова», да, вы знаете его. И у Вовки потрясающее количество было песен для женского вокала. И он даже работал, у него женская такая группа была, девочки пели, и я даже в бэк-вокале там попела одно время. Но потом я оттуда ушла, у меня ребенок все-таки маленький был на тот момент. Вот, не стало. Но с группой у него не получилось, а песен громадье. — Мариночка, сейчас продолжим, просто здесь мы потихонечку подводим к тому, что сейчас твое произведение посмотрим, а послушаем хорошо. Так, объявляй, что там у тебя? — Ну, у меня, конечно, хочется вам представить песню, которая стала лауреатом премии «Шансон года». Это песня «Встреча», и именно ее любят вся наша громаднейшая страна России, все знают эту песню, и когда видят меня... — Аня Воробей, «Встреча». Поехали. А ты весь посидел С мужчинами бывает Но с искоркой глядят Усталые глаза Листы календаря Жизнь каждый день срывает Я, кажется, сто лет Загр contradictorio Поверь у нас с тобой И подождёт, и подождёт, и подождёт, нас подождёт. А я тебе писал так долго и отчаянно, Ну что я мог сказать на маленьком леске? Ну вот мы говорим, и значит не случайно Мы встретились с тобой в далёком-далеке. А снег скоро растает, снег скоро сойдёт. Жизнь, жизнь, жизнь всё расставит. И подождёт, и подождёт, и подождёт, нас подождёт. Жизнь, жизнь, жизнь всё расставит. И подождёт, и подождёт, и подождёт, нас подождёт. Вот Марин, лауреат премии Шансон Года. Как вообще попала ты на радио, и вот как получилось так, что ты попала и на номинацию. В общем-то это было не очень просто, и не все туда попадают, скажем так. С чего началось-то, расскажи. Миша, попали мы на Шансон Года Любовью Народа. Вот так вот, даже в рифму. Люди голосовали, реально голосовали. Песни как попали туда вообще? Ты отправляла туда, ездила, звонила? Нет, я не отправляла, у меня, ты может быть знаешь, у меня есть продюсер. И песни наши были на радио Шансон. Катуйская история, это один из известнейших аудиосериалов. Он единственный, кстати, в России. И мы работали над ним вдвоём с Володей. Именно оттуда песня «Встреча». И её полюбили люди. И у нас есть фанаты этой песни, прям действительно фанаты. И они голосовали. Когда в ротацию поставили, как раз в хит-парад, мы удерживали по несколько месяцев вот это место. Первое, второе, первое, второе. То есть мы далеко даже не уходили, дальше третьего не уходили. И таким образом нас пригласили в Кремль. Когда мне позвонили и сказали, что ваша песня номинируется на премию «Лауреат Шансон года». Я вообще была приятно удивлена, потому что действительно, когда всё продаётся и покупается в нашем мире, и казалось бы, очень сложно попасть без денег на ротацию куда-то, ещё что-то, любовь народа к моему творчеству сделала вот такое дело. Поэтому большое спасибо нашим слушателям, кто меня любит. Катуйская история, да, действительно, вот этот сумасшедший совершенно проект. Про него расскажи, как он вообще родился. Потому что интересный, конечно, проект. Интересный, да? Очень интересный. Ну вот с Катуйской истории началась Аня Воробей. Кто не в курсе, кстати, про гуглитера Катуйской истории, я вам рекомендую обязательно. Аня Воробей началась именно с Катуйской истории. И, как я уже говорила, пела я Вовкина песня для демо-материала. И вот однажды, когда Володя сюда в 2000 году, конец 99-го, 2000-го, он перебирается в Москву, и он приходит на студию «Союз». Она на тот момент распадается. И приходит, говорит, ребят, может, что-то по аранжировкам, ну, интерес какой-то, да, потому что Вова сотрудничал с «Союзом». И они говорят, слушай, ну, мы новый проект делаем. Хочешь, попробуй, сделай аранжировки, посмотрим, получится, не получится. Было четыре песни. Володька сделал аранжировки, даже там намурлыкал, напел, стали искать исполнительницу. Одну, другую, третью, да что-то, приходят все. И, ну, шансон же, там же текст, там же нужна подача. И все подачу, знаешь, когда Катя Огонек уже появилась, Люба Успенская, Катя Огонек, вот такая вот, понимаешь, вот такая вот шансонная, классическая подача. И, ну, не нравится продюсерам, не надо нам такой, ну, зачем нам повторяться, нет, мы что-то другое, что-то другое. В общем, всех исполнительниц забраковали, не знают, кого звать. И вдруг Света, жена Володи, она говорит, Маринке предложите, может, ну, что им надо, непонятно, да, ну, предложите. Он и говорит, слушайте точно, у меня же Маринка поет. Поставил им демку, ну, пускай приезжает. И вдруг мне раздается звонок, а я работаю в школе, преподавателем в музыкальной, преподаю инструмент, аккордеон. Мне звонок от Володьки. Хочешь в Москву? Я говорю, зачем? Ну, ты петь хочешь? Я говорю, конечно, всю жизнь хочу. Он говорит, приезжай, есть новый проект, не знают, кто исполнитель будет, не могут найти голос. Приезжай, ну, не понравишься, не понравишься, Москву посмотрела, а понравишься, значит, будем работать. И вот так я приехала в Москву, боялась жутко, может, из Нижегородской области, и в Москве никогда не была до этого. Вот, приехала, они меня встретили, домой пришли, включают запись этих первых трех педагогов, песен, и у меня глаза округляются, потому что это конкретный блатняк. Прям вот таким словом. Я говорю, Вов, это же блатняк. Он говорит, и что? Тебе это что-то мешает петь? У тебя какие-то эти... Я же в школе работаю, а вдруг меня дети услышат? Он говорит, ну и пускай услышат. Ты петь хочешь? Или в школе хочешь работать? Я говорю, петь хочу. Он говорит, ну все, давай сейчас дома запишем, вечером едем на студию и встречаемся. Вот так мы поехали на студию. Мы записали дома, в максимально расслабленной обстановке, с кассетой, еще кассеты были, представляешь? Приехали на студию, в аппаратную прошел Клеменков, да, Клеменков, директор там, Лена Подколзина, да, Вова пошел. Ну и, соответственно, ребята, я не пошла. Сижу, нервничаю, журнальчик листаю, Света сидит напротив. Говорит, ну ладно, не понравишься, не понравишься. Знаешь, сколько человек уже только что отбросили, поэтому ничего страшного. Вдруг они выходят, мимо меня проходят, а слушали, знаешь, как одну песню включили, вот буквально куплет выключили, вторую песню включают, три предложения выключают. Давай подведем сначала к следующей песне. Марина, давай следующую песню послушаем, потом обязательно продолжим, хорошо? Как песня называется? Вы знаете, у меня недавно вышел клип на песню «Аргентинский мотивчик». И это, кстати, тот самый Вячеслав Клеменков, который написал «Катуйскую историю», он эту песню написал для меня. Поэтому с удовольствием вот такую вот песню послушаю. Аня Воробей, встречайте. Поехали. Крошит снег и тая, падает, спрятать землю не спешит. Старенький мотив порадует, трону в до глубин души. Где-то осень подгулявшая след оставит на стекле. Где же ты, любовь пропавшая, Та, что вгрела сердце мне? Где же ты, любовь пропавшая, Та, что вгрела сердце мне? Звучит мотивчик аргентинский огненный, Мотив любви из тех счастливых дней. А ты люби меня любою полною И свои чувства до краёв налей. А ты люби меня любою полною И свои чувства до краёв налей. Голубок под небом кружится, Всё летит, не отстаёт. И зима с весной подружатся, И сердечко запоёт. Снова осень подгулявшая След оставит на стекле. Звучит мотивчик аргентинский огненный, Мотив любви из тех счастливых дней. А ты люби меня любою полною И свои чувства до краёв налей. А ты люби меня любою полною И свои чувства до краёв налей. Звучит мотивчик аргентинский огненный, Мотив любви из тех счастливых дней. А ты люби меня любою полною И свои чувства до краёв налей. А ты люби меня любою полною И свои чувства до краёв налей. Продолжаем разговору, Мариночка. И вот, Миша, представляешь, Они когда прослушивают третью песню, Выключают на второй фразе, Ну всё, у меня, конечно, такой нервозный, Но не понравилось. Они мимо меня такие проходят. На меня Слава многозначительно посмотрел, Отвернулся и ушёл. Через десять минут возвращаются назад. Видимо, они посовещались. И Вячеслав говорит, Ну что, девочка, давай паспорт, Будем делать из тебя звезду. Я своим ушам, грубо говоря, не поверила. Я говорю, понравилось. Я говорю, вы же не слушали. Он говорит, а что слушать-то, и так всё понятно. Вот так рождаются звёзды. И так всё понятно. Нам такой голос нужен. Именно это новый голос в шансоне. Лёгкая подача. Мы возьмём как раз вот именно этим голосом Очень широкий круг, начиная с подростков И заканчивая взрослыми людьми. Вот так родилась катуйская история. Начиналась с четырёх песен, И потом Слава начал писать. А потом как пошли письма, Там же любовь, там страдания, Там побег, там такие вот вообще истории. Да, да, да. И люди хотели услышать продолжение. То есть катуйская история у нас Родилась в сто десять песен. В двух частях по пять альбомов. Это вообще уникальнейший проект. Даже Слава не может повторить этот проект. Он говорит, я никогда больше такой не напишу шедевр. Настолько он интересен. Мы с Вовой, конечно, работали вот взахлёб Над этим проектом. Настолько он был интересный. И он живой. И сейчас вот уже двадцатый год, там двадцать первый. А проект живёт без денег, без рекламы. И люди любят катуйскую историю. У меня столько поклонников, Подписчиков в моих соцсетях, Которые пишут благодарность, Что проект помогает кому-то даже выжить. И вот здесь я понимаю, Что вот тут вот я состоялась. Вот оно мое предназначение. Отдавать людям вот эту вот соломинку, Может быть, кому-то. Кому-то руку. Ну, в общем-то, они слушая мой голос, Вот эти переживания, То, что я передала через этот проект, Они помогают. Они поверили тебе? Они поверили, потому что это был искренне записан проект. Мы же с Вовкой даже плакали, когда пели всё это. Быстро-быстро записывали. Некогда было переписывать. Я отпрашивалась на работе. Приезжала. И мы за два дня записывали, сколько-то песен. И потом я уезжала. Я ещё работала. Года два в школе продолжала. И уже когда такая возможность Перестала существовать, Что мне нужно было больше находиться здесь, Чем там. И я физически не успеваю отдавать ученикам Уроки, которые я им должна. Мне пришлось, конечно, Встать перед выбором. И оставить свою профессию в школе преподавателя. И приехать заняться именно творчеством. И тут пошли сольные альбомы. Кроме Катуйской. И потом... Ну, с Рок Островами ты и сейчас сотрудничаешь? Да, конечно. Я смотрю, там у вас концерты. Да, мы с Володей. Потому что дружим. Мы дружим с детства. С его женой мы вообще одноклассницы. Вот. И поэтому мы всегда общаемся. Вовка молодец. Благодарна ему. Потому что он мне делает все аранжировки. По дружбе. Без денег. Безо всего. У него куча песен. Как я говорила. И мы до сих пор работаем с его песнями. И они у меня вошли в новые альбомы. Которые выходили вот в этом году. В прошлом году выходили альбомы. Поэтому... Это друг-друг. А, Марина, сама себе что-то пишешь? Нет. Знаешь, Миша. Я когда вот была еще студенткой. Я сочиняла. Вот все-таки у меня мечта сбылась. Пианино мне купили. И это был мой девятый класс школы. Когда у меня инструмент дома появился. Кроме аккордеона, еще пианино. Я из-за него не вылезала. Я все время что-то подбирала. И даже сочиняла. И даже на выпускной в десятом классе. Тогда десять классов было. Вот. Мы сочинили песни. Я играла. И, кстати, вот по поводу того, что как я в училище поступала на режиссерское. Я же вообще абсолютно не понимала, какие там программы. Что нужно сдавать. Понимаешь? Вот. Я не знаю, как это вот сейчас отматываю. Думаю, какая я безбашенная была. Ни страха не было. Ничего не было. Вот он шансон. Вот. То есть я прилупила, подала документы в это училище. Да. Не смотрела, какие экзамены. Особо не заморачивала. А, сочинение. А, история. Ну, я сдам. В принципе, у меня с грамотностью все хорошо. Я очень много читала. Всегда с детства. Запоем. Я читала все подряд. Даже газеты. Вот. Поэтому сочинение написать мне, в общем-то, труда не составило. Историю. Я не знаю, что рассказывать по истории. Но я села вот так с учителем напротив. И одно и то же предложение с нескольких сторон мы рассмотрели. То есть в разных ракурсах, вокруг да около он сказал. Я, конечно, вижу, что вы ничего не знаете. Но мне очень нравится подача материала. Давайте вашу зачетку. Принято. Ну, а по специализации, когда все чуть ли не падали в обморок, читают басню, надо было подготовить еще что-то из прозы, из басни, стихи. И я понимаю, что я ничего этого не готовила. Но уже два экзамена пройдено. И нужно сдавать специализацию. Как? К следующей песне подходим, Мариночка. Да. К следующей песне. Следующей песне у нас. Ну, Ворону мы потом объявим. Да, конечно. Может быть, комедианты. Комедианты. Комедианты, да. Аня Воробей, комедианты. Слушаем, ребят. Поехали. Sekaraparov Ока, черные квадраты, Двери на руках закрыты, Чувствия, умерли когда-то, Мы теперь с тобою квитые, Были буреном стакане, А теперь в стакане пусто, как в дешёвом ресторане, без готовых на запуску. Нам с тобой расстаться надо, но опять тем самим взгляды. Нам с тобой расстаться надо, но мы почему-то рядом. Нам с тобой расстаться надо, но мы почему-то рядом. Мы с тобой комедианты, но у нас с ролями туго. Мы растратили таланты, так и не поняв друг друга. Уступая место драме, сердце бедное терзая. Не даем закрыться ранее, солью щедро посыпаем. Нам с тобой расстаться надо, но опять тем самим взгляды. Нам с тобой расстаться надо, но мы почему-то рядом. Нам с тобой расстаться надо, но мы почему-то рядом. 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 Ну что, про экзамены продолжаем. Рассказывай, Марина, договори, расскажи. Ну вот, все стоят, падают в обморок, потому что кто-то басни зубрит, кто-то прозу там читает, а я понимаю, что я к этому экзамену не готова. Кто-то чайники изображает, кто-то тараканов. Думаю, ну будь что будет, Господь со мною. Я пошла. Я просто зашла и вспомнила, что мне на ум пришло. Это Пушкин, я вас любил, любовь еще быть может. Но я прочитала его так, что все сидели тихо. Комиссия плакала. Они не плакали, нет, они сидели тихо. Потом они сказали, ну вы можете выйти. И я испугалась. Ну я, наверное, и не сдала. Я говорю, нет, это еще не все. На что я способна? Они говорят, нет, вы уже можете идти. Я говорю, нет, я еще умею петь. И я еще играю. Хотите, я вам сейчас сыграю то, что я подготовила? Я бегом к этому роялю, который стоит. Открыла крышку, начала играть и что-то петь. В общем, они меня выслушали, сказали, все? Я говорю, нет, я еще много что умею. Вы меня спросите, я вам сейчас покажу. Они сказали, нет, вы можете быть свободны. Я вышла все. Ну что, что? Я говорю, да не знаю я что. И потом выясняется, что я поступила. Вот таким вот образом у меня получилось, что творческий я человек. Возвращаясь к катуйской истории, поездки по лагерям у тебя их было много. Это вот оттуда началось, когда пошли вот эти песни все. Ну вот когда мы катуйскую записали уже первые песни, и тут же позвонили люди и пригласили меня на зону. Тут же. Это в 2001 год мы поехали первый раз в Мордовию. Там же много лагерей, там около 40, по-моему, лагерей и тюрьм. Был целый автобус народу, артистов, сопровождающих, журналисты были. Вот так я первый раз увидела тюрьму. Изнутри. Да, да, да. Конечно, зрелище не для слабонервных. Мы были и где детки. Там мамочки сидят, и детки с ними также находятся в заключении. Мы привезли подарки. Выступали на плацу, я помню. Вы знаете, через 15 лет я снова попала на эту же зону. И ко мне подошла женщина, которая говорит, Анечка, вы меня помните? Я припоминаю, потому что у нас есть видео, и она на плацу танцевала, и я к ней подходила. Мы вместе были на плацу, когда нам разрешили, заключенным разрешили потанцевать с артистами под присмотром. Я ее вспомнила, только она уже такая более заматеревшая, повзрослевшая. Она уже на кухне старшая, она командует. Вы представляете, сколько лет женщина? 15. 15 лет она сидит. Это вообще, конечно, жуткое зрелище. Вот так я поехала по лагерям, по тюрьмам, по России. Меня везде ждали. Сарафанное радио уже работало и в мужских. И были мы на таких, куда особо-то и не пускают. Строгие. И смотрели нас через решетку. И, кстати, удивляюсь тому, что заключенные умудрялись где-то нарвать маленьких цветочков. Там где-то с грядки утащить, видимо. И где-то через забор протянуть. И когда я видела, что они мне тянут цветы, я же не могу отказать. Для них я глоток свободы. Я для них человек, который привез эту свободу. И поэтому, конечно, это знак внимания, что я должна принять этот знак внимания тоже. И для них это важно. И вот когда бывает, что я шаг в сторону сделаю, а нас же идут тоже охраняют. И они потом пальчиком-то грозят. Вы говорят, так не делайте. Потому что он может схватить за руку, а у него может оказаться там какой-нибудь предмет. Остро, режущий, колющий. Он может шантажировать. Так нельзя делать. А я людям доверяю. Я сама как бы беззлобный человек. И доверяю всем другим людям. Потому что, ну, в общем-то, Бог со мной. Он меня и бережет. И все мои вот эти порывы интуитивные какие-то. Я человек открытый, искренний. Вот поэтому, наверное, как так. Ну, в общем, такая страничка. Да, есть такое. И теперь хотя бы зрители понимают, откуда шансон взялся. И откуда что у Мариночки взялось. Привозила оттуда нарды? Конечно. У меня их очень много. Очень. И не только. И не только нарды, и четки. И четки, и фигурки, и вешалка огромная стоит в прихожей. Но они там рукодельники, конечно. А шкатулок у меня бесчисленное количество. Очень красиво. Можно сказать, что музей. Да. Скорбная память, надо сказать. Ну, где-то что-то там... Ну, теплое обязательно присутствует, я понимаю. Ну, и как бы все равно это тяжело. Это тяжело переживать. Да, да. Ну, мы подошли потихонечку к песне «Ворона». «Ворона», слушаем «Ворона». Да. «Ворона», Аня Воробей, встречайте. Среди сопок зона, а на зоне кум. Тянет служба медленно и верно. Лес сплавляют зэки по реке Катуй. По реке давным-давно, наверное. А свистели в юге, полегчал мороз. Белые метели нелютую. В дружину весной из центра кум жену привез. Молодую, стройную такую. Кум, мужик серьезный в звании майор. Красотой мужской не отличался. И, гадали, зэке долго длился спор. Как он с этериалей повстречался. Кум вовсю старался лялечке своей. Сделал их глухом, а не праздник вечный. Даже стало как-то в зоне потеплей. Как-то стало в зоне человечней. Глазки, голубые волосы, как смоль. У жены плюстителя закона. Дали ей блатные с ними и гонбой. По гримуху, звучную ворона. А когда ворона шла к себе домой. Батнички одела на мочина. И сходил слюною бедный пол мужской. Вот такой была она красивой. В лагерь и в отряде, кажется, седьмом. Срок тянул не шуточный, не детский. В зоне жил всё время дерзким пацаном. А в Москве пацан был люберецкий. Парни звали Лёха, погоняло змей. Захал колпу синюю на сердце. Все места святые кровью мыл своей. Бур из урта, изолятор смерти. Змею не писала девочка его. Так, что так любил на воле воленой. Не было у Лёхи ближе никого. В этой жизни, в общем-то, достойной. Как-то с мужиками на лесоповал. Змей побрёл, развеется бестолком. Вдруг он у посёлка девку увидал. И на сердце дрогнула на холка. Зэки зашипели, вон она, кума. Вон она, красавица-ворона. О, она спокойно, близко подошла. Чистая такая, как икона. Встретились их взгляды этим светлым днём. Приутекли вдруг конвои зэки. Змею как прошибло тело всё огнём. Слёзы сильно кусанули веки. Перед ней стояла девочка его. Так, что так любил на воле воленой. Не было у Лёхи ближе никого. В этой жизни, в общем-то, достойной. В этой жизни, в общем-то, достойной. Подолжение темы, вот, песни Ворона. Я хотел, Барин, что ты рассказала, что это какой забавный случай. Или, может быть, какой случай у тебя был, который тебе запомнился на зоне? Поделись с нами. Ну, вот как раз видео Вороны было снято на зоне в Мордовии. И именно там был тогда случай. Это моё первое выступление на плацу в зоне вообще, в женской. И мы от выступали. И у них, получается, ДК, вот так вот плац. И мы зашли в это ДК и около окна стояли. И вдруг выступает группа Божьей коровки. И через весь плац ко мне несётся девушка в спортивных штанах, в футболке. И меня с окна вот так вот хватает, поднимает и вытаскивает. Ну, заключённая. Заключённая, конечно. Вот, но они там кто-то были в спецодежде, а кто-то были вот в такой гражданской одежде. И она меня с окна снимает. Я вообще даже не поняла, как вообще это произошло. Но чтобы не упасть, она же меня потянула. Мне же пришлось поддаться, чтобы вообще не вывалиться. Охрана сразу же подскочила. Но я понимаю, что её накажут. И я сразу говорю, всё в порядке, всё в порядке. Я сама, я сама дала ей знак. Она меня стянула, держит вот так вот. Говорит, я с тобой только потанцую. Мы, значит, с ней потанцируем. Я говорю, опусти меня на землю. У меня ощущение, что я сейчас упаду. Опусти меня. Она меня опустила. Мы с ней потанцевали. Всё хорошо. Все успокоились. Инцидент исчерпан. И потом, когда мы уже пришли нас покормить там в столовую, и сами сотрудники как начали смеяться и говорить. Мы, говорит, так перепугались, когда тебя эта кобла схватила. Я тогда узнала это выражение. Представляете, я пою шансон, у меня там куча всяких жаргонных слов. А вот такое вот я никогда не слышала. Вот такой курьез был, да, когда все перепугались, и я в том числе. Но, слава богу, всё обошлось. Да, Марина. Мариночка, ну у тебя вот вокруг всего вот этого, всего, что у тебя, зоны, вот всё, что у тебя происходило, ты на сегодня поёшь в церковном хоре. Хопа такой переход. Вот там как ты справляешься, как ты туда попала, вообще это такое богоугодное дело. Шансон, храм. Рассказывай. Ну вообще, как бы меня давно благословляли попеть в храме, и я часто бы ездила там по святым местам, например, да, в храмы на службу приходили. Я к батюшке подходила, говорила о том, что вот меня знает вся Россия, да, но иногда у меня бывают какие-то трудности, ну с гастролями, да, там ещё что-то. Ну вот такое вот. Он говорит, тебе нужно попеть для Бога. И я искала храм, где я могу попеть. В моём родном городе, в Нижегородской области, там знакомые у нас тоже поют в церковном хоре, но почему-то один из них мне сказал, ты не сможешь, у тебя не получится. Я говорю, почему? Не сможешь, и нам вообще не нужен тогда никто, у нас коллектив сложился. И вдруг, когда мы уже в Подмосковье столько лет жили, сначала в Москве, потом в Подмосковье снимали жильё, потом мы решили построить собственный дом и искали место. И вдруг мы въезжаем в Царёво, и там стоит огромный красивейший храм. Постройка XIX века, необычной архитектуры готической. И я говорю, Саш, я хочу остаться здесь. Здесь как раз и храм есть. И вот однажды, пойдя на службу вместе с дочерью, служба закончилась, я уже вышла, а дочь у меня задержалась. И я стояла просто у ворот храма и читала, что написано на доске. И вдруг я вижу объявление, что требуется в храм на клирос певчи с музыкальным образованием попеть во славу Божью. Конечно, я прочитала это, но постеснялась пойти, честно, постеснялась. Приехали домой, дочери объявила. Я говорю, вот я там прочитала. Она говорит, мама, ты же хотела, тебе же батюшка говорил, давай иди, давай собирайся, поезжай, спрашивай. В общем, она меня выпихнула из дома ещё раз. Я примчалась снова в церковь, подошла. А так, если я уже сказала А, значит, надо говорить Б. То есть подошла к бабулькам, спросила, вот у вас там объявление, может быть, как-то вот такая вся скромная. Они говорят, вон к батюшке подойдите, он уже выходит с алтаря. Я к нему подошла, он говорит, образование есть? Я говорю, да. Он говорит, тогда к регенту. Всё, я подошла к регенту, она на меня посмотрела, женщину регент, она моя подруга, посмотрела на меня и сказала. Ну, то есть сейчас подруга, а раньше ты её не знала? Нет, нет, конечно, не знала. Мы только-только построили там дом, и я вообще там никого не знала, начнём с этого. И она сказала, ну, ты знаешь, несмотря на твой голос, ты будешь петь теноровую партию. У меня нет тенора. Я говорю, ну, у меня голос высокий. Она говорит, ну и что? Ну и что? Мне нужен тенор. Как скажете, лишь бы взяли. Всё, и мы начали работать. Я начала изучать старославянский. Там же всё-таки поётся именно большинство на старославянском. Но это, слава богу, я знаю. Какие-то произведения посложнее мы с ней индивидуально проучивали. И где-то через полгода она позволила мне петь. То есть до этого я стояла, слушала. Рядом со мной стоял тенор, которого я должна была слушать, учить, прислушиваться. И только через полгода, сдавая каждое произведение, она мне позволила петь на клиросе. Сейчас вот того тенора нет, она уехала. Я, ну, есть ещё одна женщина, тоже теноровую партию поёт. И мы друг друга дублируем. Мариночка, ну мы сейчас будем прощаться. Но я всё-таки в заключении хотел бы сказать, что у нас дуэтная песня с тобой есть. Да. Если честно, она не очень удалась, потому что была сделана в попыхах. Мы с тобой обязательно сделаем нормальный дуэт. Обязательно. Я не сомневаюсь. Вот. А я хочу, значит, сказать уважаемым зрителям, что сегодня у меня была в миру Марина Воробьёва о сценической псевдонимании Воробей. Спасибо, Анечка, что пришла. Спасибо. Вот. Можно пару слов сказать зрителям? Пожалуйста. Ну, зрителям хочется пожелать многое лето, здравия душевного и телесного. И чтобы они как можно чаще смотрели передачи, которые душевные, искренние и правдивые. Тогда это помогает жить. Аня Воробей. До встречи, ребята. Пока. По весенней Москве, где-то рядом с артынкой, утром девушка шла с белой розой в руке. У нее на щеках две слезинки уплывал пароход по реке. Этот белый цветок ей вчера передали, и остались слова. Это еле от него, Что ж цыганки давно нагадали, И нельзя поменять ничего. Белая-белая роза, Чтобы увидеть со мной Белая-белая роза, Вера, надежда, любовь. Давайте просто включим настроение, Давайте просто песни попоем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова